Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня у меня пространство глобальной волны. Дмитрий Ленинков, Сергей Сосаренко. Как обычно, в составе золотом составе. Группа собрал золотом составе. И сегодня первый выпуск, называется «Колониальное право». Когда Дмитрий зарядил тему, я подумал, а что он имел в виду? Пояснить, что мы попали в колониальные независимые. И полезный совет этого был. Полезный совет выживания в колонии. Ты помнишь, это в колонии врага? Я вспомнил Махат Мугаги, который там близко правил выписал, как бороться с колони... С колониальным властями, да. Непротивление злобасилия. Ну ладно, но оказалось все совсем не так. Казалось все точно, но тут... Я сейчас все скажу. Запускай трансляцию. Не, мы просто... Сергей Павлович сказал, что первый выпуск, но первый выпуск... Он не первый, он у нас первый был в прошлый раз. А первый выпуск нужно в прошлый раз, да? Давайте попробуем делать что-то такое полезное, полезные советы. Делайте. Ребята, кто подключается ВКонтакте, вы заходите, если хотите, на глобальную волну. Вы можете здесь смотреть, как там. Смотря как качество, если устраивает, смотрите здесь. Нам же пишут в чате «Колониальное обозрение», это как «Международное обозрение». «Или сегодня в мыле». Ха-ха-ха. И, конечно, здорово, хорошая программа «Или сегодня в мыле». Может, надо тему что-то поменять, так они поздно. Да, слушайте. В общем, как вы себе развеселились, да? Ну, потому что тема не такая грустная, как кажется. Да, колониальное – это затратка в обозрении, оно соответствует, на самом деле, теме. Но у нас слово «Колония», да, есть слово «Колонна». Можно, например, сейчас «Колонны» обозревать. Ну, колониальное обозрение. Обозрение – все «Колонны». Ты сейчас сказал про «Колонну», я думал армийская «Колонна», да? А я вспомнил «Александрийскую колонну». Ах-ха-ха. «Армийская колонна». Можем капиталии забрать там. Там все «Дарьевский» там. Вчера в эфире был такой вопрос. А как вот растение одно и то же растение имеет разные названия, да? И как интерпретировать? Я говорю, что название вы интерпретируете, а используете для расчёта. А здесь вот одно название имеет очень много разных смысла. А здесь вот разбирается простое по контенту. Да, может быть, «Колонна» действительно, как Сергей сказал, «Колонну» там, «Солдат». «Колонна» там тоже. «Колонна» там тоже. Мы все что угодно обозрить можем. Там только это, так сказать. Сильно на время обозрим все «Колонны». Мы просто, чтобы нам понравился. Переход с прошлого эфира. Я не знаю, мы будем, как и раньше. А мы в прошлый раз говорили о том, чтобы на глобальной волне появилась такая раздел «Понятные советы». И будем собирать их. Вы сами присылайте, чем вы пользуетесь там. Да, мы будем показывать, рассказывать. Потому что помните, вот в журнале «Наука и жизнь» было у нас маленькие хитрости. Но мы прошлый раз обсуждали, что хитрости – это какая-то ерунда. Хитрость – это что-то объегорит там. Хитрость – это значит… Я сейчас вас наушу на песке, как чай под ноги там прятан. Да, у хитрости из этой хитрости. А полезные советы – это… Вас спрашивают, есть у термокружка какая у меня? Так, пишут, голос раздваивается, Кирилл, внимание. Раздваивается? Звук как из подземелья. Какая кружка у меня? А, это все недавно. Подземелья – там осталось. Мы в помещении, где нет фиксы, да, на стенах, а звук отражается звук. А вот… Звук как из подземелья. Я не понял, что это не должно быть. Вот нам пишет Сава Кулиш. Добрый день, голос раздваивается. Раздваивается? Звук из подземелья. А мы как будто из подземелья находимся. Такое. На самом деле, конечно, такого не должно быть. Вы же этим микрофоном пользовались, когда там на тесте сидели. Да, микрофон хороший уже установлен. Ну, сейчас там пока со звуком буду разбираться. Может, потому что надо цепь микролонку вообще выключить, чтобы эхо не было. Ну, мне-то пишут, что хорошо слышно, но это ребята через телефон слушают ВКонтакте. Значит, что пишут? Пишут, что идет как бы раздваивание, что идет звук от микрофона и еще откуда-то идет. А, может, где-то компьютер ловить? Может, надо где-то выключить микрофон? Где-то запаздывает это… один сигнал. Может, у тебя надо микрофон выключить? В этом компьютере? Да. Просто звук. Хотя отсюда ничего же не звучит. Нет, он просто пропускает звук, а он запаздывает. А, вот теперь волшебство. Так, а вот сейчас… А вот сейчас настройку нам сделали. Проверяем. Звук нормально, но мы транслируем на глобальной волне, просто в YouTube. На глобальной волне, поэтому… Так, еще раз напишите, звук устаканился? Все нормально? Да, давайте объявим, а то вот у меня зрители все-таки ждут. У нас про колонию, про колониальное положение нашей страны не будет на самом деле сегодня. Мы о политике сегодня говорить не будем. Все окей пишут, отлично. Так что, если вы ждете о политике, это нет. Сегодня этого не будет, хотя название было все-таки правильное. Мы будем… Полезные советы сегодня будут чисто прикладные. И мы будем разбирать колонки… Колонки. Колониальное обозрение. Мы будем колонки разбирать. Так, Владимир Лебедев из Усова пишет «Все хорошо». Да, ну и начнем тогда. Значит, и полезные советы. Вы пока весь наш эфир можете нам присылать свои полезные советы, что вы там делаете, что используете, а я вот буду каждый четверг какие-то свои полезные советы вам рассказывать. Ну, все-таки, как бы, между делом, да, давай будем пробрасывать, какие-то вопросы будут задавать, и мы будем реагировать. Ну, да, да. Можете писать, да, у меня там, в чате там и так далее. А вообще, цель какая была? Мы же в прошлый раз хотели, и давайте тоже, наверное, об этом скажем, все-таки здесь сделать студию музыкальную. И мне уже начали люди писать, кто-то динамики там делает, в Орле какой-то парень живет. Я его позвал на эфир даже сегодня, но вот он не подъехал, но напишет, когда он сможет подъехать. Чтобы организовать производство там колоночек больших, маленьких, вот сейчас буду показывать. Советы, ну, отдельные советы. Что вы сами что-то используете, да, в своей жизни, и могли бы поделиться с людьми. Меня спрашивают, советы какие-то отдельные. Да, была такая тема здесь организовать, во-первых, музыкальную студию, во-вторых, делать здесь колонки, пилить. Но только что вот мы до эфира поговорили, почему еще тут задержались с владельцем помещения, я как раз познакомился с ним. Но он говорит, конечно, пыльные работы нежелательно здесь проводить, пыльные. А колонки пилить, это значит дерево надо пилить, вот я хотел циркулярку привести. И вот только сейчас выяснилось, что нам, короче, крест поставили, поэтому пилить придется в гараже, там где-то в мастерской. На глобальной волне нет, только вот паять или играть. Ну, я не знаю, может быть мы по поводу помещения чуть попозже тогда поговорим, потому что тут с Сергеем опять же до эфира все промерили. Поэтому у нас были две причины подзадержаться. Мы пока мерили помещение, из которой будет студия звуковая сделана. А второе, мы вот собственникам помещения говорили по поводу того, что здесь все-таки там можно сделать. И нам вот пыльные работы сказали нежелательно, поэтому пилить здесь не будем. Иван, чай с настоящим медом полезно. Вот пошли советы первые. Вот делимся. Иван, чай с настоящим медом. Ну, это понятно, что полезно. А я просто хотел, знаете, вот есть всякие такие видеоблогеры, рассказывают там, распаковками занимаются там. Или обзоры делают на технику. И вот я сегодня хотел поделиться. Я в музыкальном плане человек такой подкованный, как и Сергей. Но только он больше у меня подкованный. Мало того, что он ноты знает, он еще и может гармонически с помощью своей системы Пифагора и с помощью своих программ. Вот у него сайт есть. Можете зайти и попробовать купить программу. Хотели в прямом эфире делать, но потом решили не сбивать прямой эфир. Но у нас есть планы. Сразу вам скажу Сергею по поводу программ. Вот когда мы их реализуем, чтобы заранее вам не говорить, а то как скажешь, так не сбывается. Мы вам тогда подробно все покажем, там расскажем. Есть идея сделать совместных несколько программ, которые у него там... Как у тебя сайт называется? Титраксис.ру Титраксис.ру Можете пока зайти посмотреть, но скоро там... Я на ютубе покажу сейчас его. Да, планируется у нас пару совместных, а может не пару даже. Вдруг с детства колонки мотается. Ну вот, да, напишите. Ну мы когда начнем делать конкретно уже... Почему он не показывает? Покажи мне тогда. Ребятам, покажи сайт. Пока там... Показывает? В эфире. Вот такой сайт у Сергея. Там есть программы, и мы не будем раскрывать секрет, но пару есть идей, короче, что можно совместно нам там сделать. Поэтому, когда это будет, тогда уже предложим вашему вниманию. Вот программные продукты, просто показываю для зрителя ютуба, для кто смотрит вконтакте, можете зайти. Латинский. Титракс.ру больше, чем образование. И вот здесь очень программ. Щечки Пифагора. Минослов. Сужены. Кстати, вот между прочим, сужены для девушек, да, покупают одни мужики. Да? Да. Ну, я думаю, может, в подарок покупают. Главное, если покупаете для девушки и для дамы, чтобы не регистрировались, потому что ваши данные попадут, а программа работает на данных, и поэтому она будет на вас считать, а не на девушку. Но для мужчины эта программа не подходит. Сделка, кстати, вот советую, если вы хотите оценить свои шансы в сделке, эта программа очень хорошо считает. Ну, по крайней мере, в общих чертах показывает вам, будете вы в прибыли или нет. Очень запрещенная программа «Деловой дневник». Руководители предприятия покупают, валят и говорят, что интересно, заставляют задуматься. Притяжение деньги, притяжение карьера, притяжение удачи – это серия программ, они построены по одному алгоритму, наведения человека на ту или иную воронку. Есть такая функция в природе, да, вихрь называется, да, и вот в природе в электронном построении существуют такие сингулярные воронки, из которых есть только один выход к цели. Вот если вы нацелите эту воронку, ну, или рассчитаете, например, обозначить ее словом «деньги», она вам покажет путь туда. Ну, каждый человек свой путь, но если он хочет пройти через эту воронку, тогда с помощью определенных действий, которые человек сам планирует, программа помогает ему навестись или навести себя на эту воронку. Если он хочет деньги, она наведет его на воронку деньги. Если кто-то хочет карьеру – на карьеру. Кто-то хочет уже, знает, что хочет, да, хочет, чтобы удачно было, то вот удачу может навести. Кстати, за программу «Притяжение удачи» мне уже несколько прислали благодарности, говорят, что работает просто феноменально. «Кадровик» – это программа для предприятий, для кадровых служб, для кадровых агентств, для руководителей больших предприятий. «Профориентатор» – вот программа для молодежи, определиться, куда надо двигаться. Вот это программа «Рацион» – это подобрать себе рацион питания, рецептуры блюд составлять, название блюд и так далее. В трех вариантах – рацион, рацион вегетарианец, рацион веган, сыроед, травник, знаете, вот вы правильно сказали, травник для подбора своего индивидуального травяного сбора. Интересная программа. Ну и этот список будет продолжаться. Ну, планируем, да, пополнить, да. Поэтому, ну, это у Сергея свое направление, так что вы это с полезными советами не путайте, а то я просто читаю, у себя в комментариях люди пишут там, ссылки на какие-то сайты о здоровье там. Нет, имеется в виду те самые полезные советы. Давайте там нас... Включи нас на экран. Надо тогда где-то у тебя же приключить. Значит, те самые полезные советы, как мне правильно вот написал там Александр Вантеев, что вот публиковали у нас, а мы это в прошлый раз обсуждали. Публиковали в «Науке и жизни», японцы у нас отутылили, у себя патентовали, как бы, и потом на этом наживались. Ну, знаете, если вы живете в стране, где, грубо говоря, все бесплатно, и у вас и так все есть, то вам все равно. Кто-то вас сворует, не сворует там вот эти капиталисты, и у нас живутся на этом. Вам же и так тут хватает. Так, сколько у тебя смотрит? Двадцать. У меня падает, кстати. Да? Да. У нас смотрит пятнадцать человек. Ну, ничего там. Ну, вот сейчас со звуком тут еще определяется, что это пошло то ускоренно, то замедлено. Давайте к теме все-таки переходить потихонечку. Да, начнем с… да, перейдем к колонкам, а там будет один из полезных советов, потому что у меня их много, но мы их растянем на несколько программ. А потом, если у вас есть такие же полезные советы, как вот «Науке и жизни» «Маленькие хитрости», но еще раз говорю, мы решили избежать именно этого названия, а выбрали все-таки полезные советы. И начнем вот с чего. Вот, наверное, многие из вас дома пользуются, у вас вот эти складные ЭВМ, ну, или их называют ноутбуки. Там стоят, вот у Сергея сейчас перед ним стоит, ну, я называю складной ЭВМ. Это складной ЭВМ, мне-то раз складной стул, а то есть ЭВМ. Складная электронная вычислительная машина. Кстати, в СССР была такая передача, ЭВМ называлась, а потом я ее искал, не мог найти следы, кстати. А сейчас смотрю, там появился канал советской телевидения, вроде стали выпадывать они эти, кто-то из архива это все переносит. ЭВМ, это «Вы можете» называлась. И там вот люди сами что-то делали руками, показывали, там сидела такая комиссия, они выносили свое суждение, вердикт, как оно будет работать, не будет, нужно, не нужно. Вот. Ну, вот сейчас появляются опять эти передачи в записи, посмотреть интересно. Итак, вы используете вот складные ЭВМ, там слабые динамики. Вот, например, сейчас смотрите нашу программу, да, а слышно может быть плохо из динамиков, из штатных. И все используют какие-то динамики, колонки, там вот эти вот как раз, чтобы погромче было слышно. И у меня вот куча таких колонок, я хотел вам показать сегодня свое собрание колонок, коллекцию. Коллекция, от слова, наверное, тоже кола, круг, как бы, да, вот, чтобы вы собрали такое. И показать, вот, что бы я вам порекомендовал, что, ну, я хотел вот еще раз говорю, привязать к тому, что мы сами... Ольга спрашивает, меня интересует вопрос, мой блендер измельчает против часовой стрелки, может это как-то отражаться на здоровье? Я такой же слышал версию про микроволновку, что там, мол, вот этот вот, как это называется, что там стоит, излучатель? Магнитрон. Магнитрон, да. Что он тоже закручивает вихрь в неправильную якобы сторону, и вот там делали какую-то там эту, чтобы он правильную закручивал, тогда можно микроволновку пользоваться. На самом деле, это все ерунда, в какую сторону там закручивать, что в микроволновке, что в блендер по часовой нет. Вообще, лучше руками, мне кажется, резать, но так для скорости можно и в блендере. Я даже не люблю, честно говоря, эти кухонные комбайны, блендеры, с ними потом больше возни потом. Я уже салат приготовил, да, а потом надо все это перемыть. Блендеры, тут все эти чашки из-под блендера. Так ты просто взял нож на доске, порезал, раз в тарелку сидишь и ешь. Нет, ну просто блендер для другого стиля питания, для другой кухни, да, там другие эти самые. Ну, ничего не зависит от блендера. Так, вот нам пишут угарный звук, слушаем, как лилипуты у гора, смешно. Ну что, мы начали смеяться, да? Кирилл, ты слышишь, что пишут? Так, у нас уже 20 смотрят. А что у тебя? Да у меня все то же самое. Поэтому давайте я вам расскажу про свою коллекцию колонок потихонечку и кое-чего посоветую. Значит, колонки я искал себе, знаете, чтобы не ставить вокруг компьютера какие-то компьютерные колонки. А так как ты ходишь со складным ИВМ по квартире, ну это же не то, что раньше компьютер ты оставил на компьютерном столе. Там, да, можно поставить колонки. А зачем ты ходишь со складным, по квартире? Ты шел в другую комнату. А, ну, если перенести решил, да? На кухню, например, пришел, там, сидишь, пока завтракаешь с утра, смотришь там, да. И чтобы не таскать с собой что-то проводное, там, вот, нашел вот такую вот колоночку. Видите, она маленькая, плоская, вот по сравнению с моей рукой даже видно. На ней, вот на этой конкретной колонке написан даже какой-то бренд. Dio Pro называется. Dio Pro, но на самом деле в интернете таких вы найдете еще два каких-то бренда и даже без совсем бренда. И вот у этой колонки звук вполне меня устраивает. Вот, то есть, если вы слушаете запись чего-то, вот я слушаю, там, кто-нибудь выступает, какие-нибудь лекции, выступления, встречи, там, я не знаю, вот, не музыку именно, а вот. Вот, и компьютерных колонок, во-первых, не хватает, а во-вторых, ну, вот пошел там в душ, например, хочешь послушать, что-то переносное что-то. Вот эта колонка отлично воспроизводит звук, довольно громкая. А самое интересное, что здесь использована такая штука, вот, что придумали в области звука, я вот собираюсь этим заниматься, серьезно. Это, кроме вот динамика, вот в этой конкретной колонке, добавляют такой резонатор, вот долговатый, резиновый. Вы это видите вот в колонках, например, JBL, вот они круглые такие, да, колонки, а по бокам у них два таких стоит резонатора. Они не воспроизводят звук, воспроизводят динамики, а они работают в противопазе, но тоже колеблются, знаете, именно в высоких частотах, и они вместо вот такая штука, она бы пищала просто противно слушать. А вот с этим вот резонатором, я не знаю, тут, наверное, вам не видно будет, на какую-то, я камеру показываю, но здесь вот круглый динамик один, а вот здесь вот это стоит резонатор. Хорошо видно. Продолговатый. Поэтому эта колонка воспроизводит вполне себе такой нормальный звук. Даже вам сейчас покажу, специально заготовил там композицию, такую, чтобы глобальную волну не за это. Дима, вопрос попутно. А что ты слушал сегодня, когда за столбным МВМ сидел на кухне пил чай? Сегодня я слушал... Сегодня я слушал разговор Спицына, историка. Угу, Спицын. С бывшим премьером Украины Николай, как его зовут? Азар. Азар, да. Вот сегодня на канале, хотел сказать, Спицына, но он на канале какого-то МПГУ, он там советником работает, Московский педагогический государственный университет, я не помню там точное название, или педагогический какой-то там. Вот, и он себе зовет известных людей, интересных. Вот там Азаров рассказывал, Азаров, он же русский, на самом деле. Это на Украине. Из-за Куты. Он работал. А ему там предложили возглавить институт на Украине. Он говорит, думал, думал, но он все-таки переехал на Украину, на Донбасс как раз. А там интересные, кстати, решал вопросы. Там добыча же идет угля активная. А город Донецк расстраивается все время. Имеется в виду, раздвигает границы, строится. И получается, что какие-то разработки заходят уже под город. Он может проседать там. И у них много случаев было. То, говорит, его бросали там. Мост просел, надо срочно за три дня ликвидировать. То, стадион, вот там соревнования проходят по футболу. А он начинает проседать. Типа, можно соревнования проводить или надо срочно укреплять? То есть вот такие проблемы. То есть он по этой части, по, как это говорится, геодезической, там, с подвижками земли был связан. Интересно. И одновременно он рассказывает, как вот крушили эссе. О том там общался даже. Как с какими-то еще там, с верхушкой. Как вот они все это ломали. Там интересные такие беседы. И из-под новой ЭВМ слышно плохо. А когда включаешь колонку, вот эта колонка, она, у нее свой аккумулятор есть. Но она, знаете, не обладает такой важной функцией, как дистанционная передача. Поэтому я говорю, я подобрал специальные композиции, которые находятся в свободном. Ну, там одна будет композиция, чтобы долго не искать, в свободном доступе, которые можно слушать без лицензии. Позицию глобальной волны. Без лицензии. Значит, вот штука эта хорошая. Смотрите, у нее даже фонарик есть. Представляете, вот колонка, у нее фонарик, приемник. USB можно вставлять флешку, а можно вставлять микро карточки. То есть, есть разъем. При этом она легкая. Смотрите, радио есть, тут все. Я тебя слушаю и прямо чувствую, что ты работаешь рекламным агентством этой торговой марки. Да, если бы у меня была только одна эта колонка, то можно было так и подумать. Но так как она у меня не одна, пока доехала, что-то опять случилось с ней. Так, ну, значит, демонстрация колонки отменяется. Что такое? Не тот разъем? Нет, она что-то стала это. В последнее время барахлить у меня, поэтому пришлось покупать новое. Но она мне, вера и правда, и так много послужила. Вот, я не знаю, что-то случилось, не знаю с чем. Видно, что питание приходит. Сейчас попробуем. А, нет, все работает. Был навет. Ну, вот звук. Это радио. Но радио мы не будем, чтобы нас не заловили. Там же тоже какие-то композиции платные передают. А есть вот одна композиция, которую можно слушать как хочешь. Ну, просто чтобы показать, какой звук. На полный сейчас играет. Долго не будем, просто чтобы вам показать. Вот так включаете, значит, в разъем своего складного EVM или куда хотите. Блютуфа нет, еще раз повторяю. Блютуфа нет. Но об этом мы как раз сегодня тоже поговорим. И вот этот штекер можно включать в USB разъем компьютера своего складного EVM. Так, видать там на всех камерах, куда я ставлю. И вот есть еще одна колоночка, которая помощнее уже, которую можно с собой брать. Вот я думал, на велике буду кататься, например. Буду на велике кататься и слушать. Вот это делает наша компания, супра называется. Ну, как обычно, все в Китае у нас сделано. Давай поближе, а то их там будет много. Пусть на краю стоит. Нет, просто их можно так выстраивать. Значит, компания супра, но я покупал ее, знаете, тоже еще в те времена, когда Bluetooth еще не было. Здесь то же самое, что в этой колонке. Тоже можно втыкать и USB, и мини, даже вот полноценную, видите, можно втыкать карточку. Ну и через переходник там мини-USB. Использовать как диктофон можно. Часы, будильник здесь есть, как и в том, собственно говоря. Нет только USB. Зато в комплекте... Ты не достал сейчас? Не понял вопроса, Манул. Можно уточнить, значит, по поводу окружающего пространства от ЧХ? Не очень понятен вопрос. Зато в комплекте вот с КЭТ-ИСУ прийдет вот такая антенна, представляете, раздвижная. Вставляется в гнездо наушников, чтобы радио хорошо ловить. И если вы любите в телефонах своих слушать радио, а там просят обычно вставить наушники, потому что провод используется от наушников, то вот эту же антенну можно вставлять, например, в телефон, и у вас будет телефон уже как полноценный радиоприемник. Вот супровцы кладут вот такую антенну. И вот такой вот классный чехольчик, из которого я вынимал. То есть вот на улице, да, вот заправляете, чтобы она не царапалась там. И вот за эту штуку можно вешать хоть к рюкзаку, хоть на сучок там на природе. Но, значит, я попробовал вот эти обе колонки, я еще на велике катаюсь в сезон, так сказать, на самокате, там, ну, я всеми видами спорта, на самом деле, увлекаюсь. Плохо слышно. Вот эту колонку вообще как-то не очень хорошо. А эта помощнее, у нее два динамика, резонатор стоит большой. Давайте я нарисую. У нее вот такое расположение. Просто я думал, это я все буду рассказывать к тому, что мы здесь на глобальной волне начнем делать колонки какие-то маленькие, большие там. Но вот прямо перед эфиром выяснилось, что не будем делать. Поэтому я буду делать их самую себя там в мастерской, а вам уже показывать результаты. Здесь вот такое устройство в этом корпусе. То есть стоит вот этот пассивный один излучатель, резонатор, и два динамика. Играет громко, басовито. Тоже свой аккумулятор. Нету блютуф у нее. Ну, давайте послушаем, как она играет. А, слушаем или не послушаем. Вот в чем вопрос. Нет, давайте мы, знаете, чуть попозже ее послушаем. Или давайте сейчас, ладно, сейчас послушаем, как раз заодно будет тот полезный совет, который я и приберег. Приберег для того, чтобы с вами сегодня поделиться. Забыл один кабель, поэтому. А в чем заключается полезный совет? Вот эти вот старые колонки свои, если они у вас есть, вы можете превратить в дистанционные вот эти блютуф колонки с помощью наших синайских братьев. Напомню, что синай – это то, что вам выдают за Китай. Я каждый раз об этом говорю, но давайте еще раз напишу, что вот эта вот схина, которая H не читается у нас, это сина. Почему сина? Потому что китайцы произошли от синантропов, и правильно их называть не монголоидная раса, а синайская, синантропическая. Вот они так и называются, сина. Вот они делают такую штуку, как вот такой блютуф модуль. В комплекте идет вот такой двухсторонний джек на 3,5 мм. Один втыкается в сам модуль, а второй в любую из этих колонок. Ну вот так как мы эту проверяем, давайте сюда воткнем. Втыкаем в обход, и сейчас ту же самую мелодию послушаем на этой колонке. А Сергей вам передаст, если микрофон не передает, какая из колонок лучше звучит. Вот нам сказали, что фон коннектед, телефон подключен. С помощью вот этого устройства, которое вы можете заказать у наших вот этих синайских друзей. Но тут хочу вам что сказать. Специально еще одну штуку принес. Вот я заказывал для машины. Если у вас в машине блютуфа нет, можно заказать такое же, собственно, устройство. Блютуф, вот этот приемник. Но я заказал для машины другой. Но чтобы вы не обожглись на всякий случай. Вот такой, он в виде USB флешки сделан. Но представляете, если вы воткнете, вы просто... У него нет батарейки, в отличие от вот этого вот устройства. Свои батарейки вот у него нет. Ему нужно питание всегда. Я попробовал его включить в модуль, в блок питания. Давайте при вас повторю эксперимент. Вот здесь вот индикатор есть, но индикатор не загорается. Поэтому если вы купите такую штуку для того, чтобы сделать из нее вот такую колонку с блютуфов, у вас ничего не получится. Она работает либо с ЭВМ, с компьютером, либо в машине у вас должно быть выход. Вот у меня в машине, в одной из машин там USB и AUX выход. То есть вот гнездо под вот этот вот вход. Выключим. Вот если у вас два гнезда одновременно в машине есть, вот такие вот два рядом находятся, на камеру там сейчас покажу, тогда вот этот модуль подойдет. Наверное, я, правда, его не испытывал. Но вот этот подойдет стопроцентно. Запомните, он выглядит как такой головастик, у него кнопка есть, включение-выключение. Вот сегодняшний совет на самом деле вот такой. Как превратить обычные вот эти ваши старые колонки, если они у вас остались, без Bluetooth-модуля. Сейчас Supra, вот эта же Supra, выпускает точно такую же колонку, но уже со встроенным Bluetooth-модульом. Так что вот такие колонки отлично выполняют свои функции. Но смотрите, значит, поехал я на велике вот с этой колонкой, и тоже слышно не очень. То есть на полной громкости бас хороший, а на улице слышно так себе. И поэтому у меня поиски не прекратились на этих двух колонках. Напомню, что вот этот лучше выбирайте. А этот для машины, может, и подойдет, но я его еще не пробовал. Дима, вопрос. А какую ты музыку предпочитаешь слушать в поездках? В поездках? Я такой, знаете, совершенно разносторонний в музыкальном плане человек. Слушаю от нашего советского рока «Аквариум», «Машина времени», «Кино» до зарубежного рока, ну там, не знаю, «Лэд Зеппелин», «Рэйч Эгентства Машин». И вот вплоть до самых современных… Есть такой диджей, откуда, из какой-то страны, из Голландии, по-моему. Эрмин Ван Бурен. Эрмин Ван Бурен. Вот его люблю слушать. Но это, я слушаю там, не знаю, «Моя Мишель» группы есть. Есть там из «Не наших», там еще куча там. В общем, я всякую музыку слушаю. У себя в ВКонтакте я вообще веду рубрику «Русских народных песен по понедельникам», чтобы не забывать, как бы, откуда мы вышли, от корней. И нахожу очень интересные композиции русские, с удовольствием их тоже слушаю. Просто я вырос на другой музыке. Вот на какой расселе, естественно, я впитал там, так сказать, в себя там. А продвигаю я вот у себя ВКонтакте русскую музыку. И ее тоже слушаю. Есть очень интересные композиции. Вот у меня любимые, например, из наших, из российских. Могу даже напеть «Ой, ты Россия, матушка моя». Ну, она многоголоса, один я не спою. Хоровая, да, отличная песня. Вот здесь пишут, что ты, наверное, недавно из космического полета вернулся. То есть, тут, говорит, события происходят. Северный поток, два отключили там. Ну, у нас сегодня политических не будет, еще раз говорю. Мы вот от одной системы отпрыгнем. Короче, дальше, поняв, что вот эти колонки, ну, с Bluetooth-модулем работают, конечно, у него есть минус, его хватает минут на 40 на час, может быть. Поэтому я стал искать колонки тоже небольшие, компактные, но уже с Bluetooth-модулем. Нашел у наших сенальских друзей вот такую колонку. Компания V-Fly. Ну, видите, она, во-первых, в два раза толще, например, вот этой вот. Не знаю, там видно на камере. Так-то она по размерам одинаковая, но вот эту в карман можно убрать. А вот это прям такой толстячок по сравнению с ней. Мало того, оказалось, что у этой колонки есть недостатки. Она очень дешево стоит просто. Эта, кстати, стоила, по-моему, 300 рублей, я покупал на рынке. Представляете, фонарик, приемник, классная колонка, но не очень, конечно, сильная по звуку там, может быть. Рублей 300 стоила на рынке. Но она и сейчас недорогая, можете найти там подобное что-то. Там, сейчас, смотри, у них много кнопок, они стали такие многопрограммные как-то. А вот эта стоила, по-моему, рублей 400. Недавно совсем, кстати, ее купил. Купился на тоже дешевизну, а с другой стороны думаю, ну что мне слушать вот. Просто чтобы не складной ноутбук таскать по квартире там, да. А вот колонку взял. На кухню пришел, она там разговаривает. В ванную пришел, она там разговаривает. Значит, оказалось, что у нее задняя крышка пластиковая. И когда включаешь ее, музыку попробую послушать, она дребезжит вся. Я думал, может, динамик такой дурацкий дребезжит. Оказалось, нет, дребезжит крышка. Поэтому, кроме вот этого совета, еще дам сразу пару полезных советов, но они все-таки не относятся напрямую к теме, это конкретно к колонке относятся. В общем, дребезжала задняя крышка, если кто-то случайно столкнулся. Пришлось сюда напихать просто салфеток сложенную, чтобы она перестала дребезжать. А потом включаю, опять дребезжит. Оказалось, что у нее кнопки вот эти верхние, обычно в колонках делают прорезиненные, а здесь пластик. И включаю, опять дребезжит. Ну, я взял... Дребезжащая торфеба. В общем, да, со всех сторон дребезжала колонка. Взял кусок изолента, не изолента, а этой липкой ленты. Вот видите, скотч. И просто вот так вот примотал, чтобы вот эти кнопки не дребезжали. Вот тогда она стала годной, так сказать, к использованию. Ну, давайте ее тоже сейчас послушаем. Спарим. Вот китайцы вот так вот, синаются. Вот так вот делают. Видите, она мигает, когда спаривается. Кстати, когда заряжается, то ничего не горит. То есть вы не поймете, она зарядилась, не зарядилась. Это непонятно. Автоматически спариваться не хочет. А может, у меня ее просто нет в этом телефоне сейчас. Чтобы вам дать послушать ее. Здесь пишут, так бежали на трансляцию, думали про колонию дельфинов в Крыму будут рассказывать. Так, спарилась, отлично. Давайте опять Сергей, как независимый музыкальный, хотел сказать по-русски, эксперт. Как эксперт по-русски сказать? Это, ну, в своей области человек, который разбирается. Опытный человек в своей области. Вот Сергей, как по музыкальной части человека, вот как раз с опытом, он вам тоже опять сейчас скажет, как она звучит. Через микрофон не знаю, как будет. Полный голос. Если наоборот потише делать, будет очень качественно. Потише очень качественно. А вот если погромче, то начинает хранить. Да. Ну, понимаете, для голоса, для того, для чего я вам рассказывал. Она, в принципе, подходит. То есть вот ее уже удобно с собой. Можно носить по квартире по всей. Кто-то там рассказывает там что-нибудь. Спицын, Семин, там, кого вы слушаете. Мои лекции длинные, вот наши будете эту трансляцию там слушать. Вот для таких вещей она подходит. Главное, дешевые, там, рублей 400 стоит. Но когда я ее покупал, давайте выключим. Когда я ее покупал, значит, у них какая-то была акция у этих ребят наших сенайских. И они предлагали в комплекте, типа, купите, будет дешевле. И в комплекте вот такую колонку. То есть за 700 рублей предлагали две колонки. Ну, я купился, думаю, да, я попробую. И купил вот такую у них. Да, вот здесь вот устройство такое же, как вот мы на первый рассматривали, я так понимаю. То есть один динамик и один этот резонатор резиновый просто что-то там добавляет немножечко. Вот за 700 рублей вот этот вот был куплен комплект. Представляете? Вот такая вот колоночка. Ну, а как? Попробуй. Тяжелая? Да нет, не очень. В сравнении. Ну, чуть-чуть тяжелее. Да, из вот этих самые дешевые. Конечно, вот эта самая легкая, пожалуй, она еще и без аккумулятора сейчас. А вот эта, наверное, сейчас самая тяжелая. Вот она, кстати, воспроизводит стереозвук. Вот эти два динамика реально как стерео работают. А вот тут, я не знаю, резонатор есть или нет, какая-то странная штука. Давайте ее послушаем тоже. Если вот этот комплект встретил, то стоит покупать или нет? Дима, вот вопрос. Ясно, что это временной период идет, да, и ты покупал это, наверное, в разных местах. Где ты заказывал или там покупал? Смотрите, вот это я шел по Савеловскому рынку у нас в Москве. Ну, у нас там Митинский, Савеловский. И смотрел что-то вот лишь бы это. Мне надо было, чтобы складной ИВМ погромче разговаривал. Нас, кстати, сейчас смотрят владелицы Савеловского рынка, один из владельцев. Вот, ну, по-моему, я по Савеловскому шел. Вот. И мне нужно было что-то такое, чтобы просто плохо слышали динамиков. Особенно бывает, знаете, некачественно кто-нибудь запишет лекции свои. Тихий голос там. Вот у меня был провал, я записал карапульку, я по средам выкладываю короткие ролики, называю их карапульками. Тихо записал, надо было при монтаже увеличить громкость. А я забыл, и ролик выложил, и ролик-то интересный, а голос тихий. Если у тебя колонка есть, ты можешь прибавить громкость и все равно услышать. А у кого просто складной ИВМ, те, знаете, мало чего услышат. Поэтому лучше, конечно, что-то такое вот иметь. Сейчас посмотрим, я, кстати, не помню, спарена она или нет. По-моему, я вот эту колонку не спарил. Сейчас заодно спарим, проверим, как она спаривается с телефоном. Тоже послушайте, оцените. Такой колониальный обзор у нас. Сейчас синайский голос нам должен будет сказать. Наверное, Дима колониальный маньяк. Да, да, но я по музыкальной части вообще маньяк. Просто меня знают там по политической, по исторической. А я на самом деле, так сказать, по первому, как это называется, призванию, наверное, я музыкант. Мы в школе. Ну, начали там потихонечку. Меня вот брат троюродный научил три аккорда блатных вот этих на гитаре брончать. Отец принес... Так, что-то не найдено, кстати. Давайте попробуем еще раз. Отец принес гитару какую-то там. Причем мы сами ее склеивали потом с нейлоновыми струнами. До сих пор у меня в гараже стоит. Я потихонечку начал брончать что-то. Потом в классе там ребята тоже стали играть на гитарах. И мы, это было, я даже помню, 87-й год, 8 марта у нас образование группы было. Потому что мы решили спеть на концерте в школьном. Спели песню группы кино. Весна. Можете ее найти, послушать. А мы ее вот пели. Значит. Да, подключилось. Сейчас послушаем. И после этого, представляете, в школе у нас был предмет такой, НВП. Помнишь такой предмет? Помнишь. Начальная военная подготовка. Да. Сейчас такого предмета нету. Его заменили. Тоже на из трех букв аббревиатуру. ОБЖ называется теперь. А раньше мы стреляли в школе из духовых. А у нас в школе были еще и мелкашки. А у вас кир был, да? Да, да, в подвале. Я настрелял себе на третий юношеский развед. Прямо у меня книжка есть, что я у меня третий юношеский по стрельбе. Может это по призванию снайпер. Ну, в том числе и снайпер. Меня приписали в десант в результате. В школе прям к нам пришли. Устраивали какие-то тестирования. Что-то такое. И меня одного из, то ли всей школы, то ли из класса, в общем, записали в десантуру. А я там... Ну, ты по психологии в таком. Ты снайпер. Да. Ну, короче говоря, вот... Я к чему это рассказываю? Преподаватель по НВП аж прослезился, как мы спели песню. Втроем вышли на гитарах, на акустических просто. И у нас была, значит, учительница, директор школы, учительница химии, Нина Николаевна Овчинникова. Привет, кстати, моим там бывшимся одноклассникам или вообще, кто в нашей школе учился. 140-я, сейчас 14-11 в Москве. А у нас была она... Мы боролись за звание дружины 40-летия Победы, между прочим. И его получили. У нас была дружина 40-летия Победы, пионерская дружина. Вот Нина Николаевна у нас была такая активистка по партийной линии, делегат 19-й конференции. И в школе ей выдали чековую книжку среди куста школ, РАНО, вот это районное образовательное, что-то такое. Ей выдали чековую книжку на закупку дошкольных нужд, там, чего-то. А у нас, когда мы уже начинали более-менее как-то вот играть, пытаться, там парень был лаборантом, он был ее учеником на 2 года, на старше. И она его взяла лаборантом уже, когда он школу закончил. Он учился и подрабатывал лаборантом в кабинете химии. Ну, раздавал там, когда проводили опыты, потом пробирки мыл, ну, вот такой вот. И он играл у нас тоже с нами там. У него была электрогитара. И он нас такой на перемене находит, говорит, так, поехали за аппаратурой. У нас было четверо человек. Какой-то нашли нам пазик или что-то там. Какой год был? Буханка. То ли этот же 87-й, по-моему. То ли вот, наверное, 87-й прямо был. То есть мы вот 8 марта отыграли, и уже нам говорят, типа, вот вам чек, представляете, мы такие пионеры, можно сказать. Езжайте за аппаратурой, покупайте. Ей первая дает человеку книжку, то есть покупайте, что хотите. А она книжку ему дает, говорит, покупайте аппаратуру. И мы поехали. В Москве какой-то оказался магазин наглядных пособий для школы. Ну, там все вот эти плакаты, все, что вы в школах видите обычно. Там, не знаю, микроскопы вот для кабинетов физики, для спортивных залов там. И в том числе для актовых залов оборудования. И мы приехали, там колонки, там провода какие-то, микшерный пульт уже к тому времени купил один из наших ребят, поэтому мы, мы же честные пионеры, у нас микшерный пульт есть, поэтому не покупаем. Вот у нас у двух там электрогитары есть, а бас-гитары нет. Вот бас-гитары купили. А могли бы все купить, но мы вот ответственные. Как гитары называл? Гитара у нашего одного гитариста была чехословацкая, как она называлась, то ли, я забыл, как она называется, не вермона, что-то похожее. Кремона. Кремона, да. Ее под гипсом делали в Чехии. Она была тяжелее, гипсон тяжелая такая, но мягкие струны. А у второго парня, не помню, как называлась гитариста. Вот мы взяли бас-гитару белорусскую, привет братьям-белорусам, белорусский бас такой, у меня был, кстати. У него потом гриф прогнулся там, и барабаны мы купили. Вот, это к вопросу о музыкальной части. Потом играли, пели, там, записывались, выступали в соседних школах. Я уже думал, я вообще пойду по музыкальной, на самом деле, линии. Писали песни сами, приносили в группу, их вот вместе обыгрывали, репетировали там регулярно, выступали, концерты давали. В школе были спектакли, мы писали музыку для спектаклей, песни для спектаклей там. То есть так, музыкальной части мы активно. Причем нот не знал никто. А как-то позвали девчонку на 2 года младше нас, она, значит, музыкальную школу по классу аккордеона там играла. Ну, то есть на клавишах могла бы сыграть. Посадили ее, и давай, сейчас мы вот сыграем, а ты подхватывай на клавишу. Она говорит, а что играть, я не знаю, мне ноты надо. То есть мы без ноты играем и пишем музыку, сочиняем. А она училась в музыкальной школе несколько лет, не может нам подыграть, ей надо ноты. Ну, стали там переводить аккорды, какие-то ноты, но вот это вроде там до мажор, то есть си минор, ну возьми там аккорд какой-то. То есть без нот ничего сыграть не может. Ну, давайте послушаем колонку, а потом еще что-нибудь поболтаем. Вот это, наверное, кровная громкость. Ну, это уже качественно, по-моему, это очень хорошо. Да, но мне, честно говоря, вот это больше нравится по звуку все-таки. Мне кажется, здесь вот этого резонатора не хватает. Здесь вот посередине вот этот резонатор. Он просто дает такой, как мы говорим, долгий фейс. Вот мне кажется по звуку, вот это качественное, ребята, вот это супра. Если вы будете покупать для себя вот с Bluetooth-модулем, они вот точно такие же. Вот такую могу порекомендовать, но если вы будете с ней же на велике кататься, то слышно не очень. Вот этот я купил недавно, еще раз говорю, в комплекте за 700 рублей вот это все шло. Всего лишь, представляете, за 700 рублей. Мне, честно говоря, не очень нравится. Вот я вот эту таскаю с собой сейчас по квартире, если что-то слушаю, да. А вот эту вот просто так у меня, можно сказать, лежит. Ну, в комплекте как бы за 700 рублей две колонки. Ну, я взял вот. Так, мне звонят, но я не буду трубку брать. Это звонят из проекта «Цивилизация». Там конференция, я должен выступать, я никак тему не заявлю. Немножко, так сказать, поэто, порекламируясь. У нас проект «Цивилизация» исторический такой проект. Конференция 22 декабря будет. Поэтому приглашаю, я там буду выступать. Но так как я сам с темой не определился, то и сказать не могу. Они уже настойчиво прям просят сказать, с какой темой, а я не знаю. Точнее, не то, что не знаю, не определился. То ли про библиотеку Ивана Грозного рассказать, то ли почему Ярослав Мудрый убил медведицу рассказать. Ну, интересно. Слушай, я тут Даренко услышал, вообще меня возмутило. Он говорит, все из-за Ивана Грозного произошло. Я сказал, Иван Грозный? Ярослав Мудрый. Почему Ярослав Мудрый убил медведицу? Представляете, вот нелепость ситуации. Вот я хочу об этом тоже ролик записать, но так, пользуясь случаем, скажу пару слов об этом. Грубо говоря, дано Ярослав Мудрый и медведица. Да. Ярослав Мудрый, как по легенде в Ярославле, вот я только что там был на этих выходных, убивает медведицу. Кстати, привет Ярославцам, если кто смотрит. Ярослав Мудрый убивает медведицу. Вопрос. Кто будет изображен на гербе города? Ну кто, Ярослав Мудрый или кого он убил, зверя? Можно я тебе в эту же тему задам вопрос? Все спрашивают, а зачем вообще Ярослав Мудрый основал город, где сейчас Ярославль стоит? И о нем ли идет речь? Ну, этот город, это был Новгород, на самом деле. Я вот, только что у нас там прогулка была по Ярославле, я там подробно об этом как раз рассказывал. Я придерживаюсь той же версии, что и Носовский из Фоменко, что Ярославль это был тот самый Великий Новгород, который везде упомянут. И они приводят убедительные доказательства, убедительные. Они читают летописи, а историки откуда берут информацию из летописи? А в летописях написано, что, ну, например, там, и поскакал Великий Князь из Москвы на Кострому, да заехал в Новгород, там, типа. Новгород где находится? В Кострому из Москвы поскакал. А если ты в Кострому едешь вот по Ярославке, по современной, то ты мимо Ярославля проезжаешь как раз. То есть заехал в Ярославль, да, проехал в Кострому, и потом другую летопись находит, другое описание, что тоже оттуда-туда через Новгород скакал. Получается, что это все равно, что сейчас через Владивосток, Санкт-Петербург. Может, и Иван Грозный ходил туда, на Новгород, который, да? Да, да, кстати, скорее всего, он туда и ходил, и мы как раз с Ивановым, который мне сейчас звонил, об этом говорили, он говорит, да, странно, что, говорит, он, Иван Грозный, пошел на Новгород, разгромил его, бросал людей в реку, якобы в Волхов, а на самом деле в Волгу, в Волгу, где стоит как раз Ярославль. То есть у ученых ничего не сходится там по поводу Новгорода, Ярославля, а это и был вот тот самый Новгород, этот Ярославль, который сейчас стоит. Как может быть, и Волхов, и Волга, может, раньше одинаково назывались, как путь просто, большой путь. Я вообще рассказываю, когда вот, как возникали города у нас на Руси, как про нашу вообще, про Русь, что у нас, нам говорят, Египет государство лента вдоль Нила, я говорю, Россия государство лента вдоль Волги. Все основные города на Волге, причем там до Ярославля довольно много известных городов, после Ярославля опять много городов, и все находятся на пересечении рек. Вот Ярославль, там Котросы впадают, и там, где высокий берег, Яр, там Ярославль основан. И так любые города, возьмите там, какой не возьмете, Мышкин, там Углич, Калязин, а они же по течению там вот, ну, большие города, вот Нижний Новгород, этот самый Астрахань, который брал как раз Иван Грозный. И понятно, почему, потому что если у вас вот эта территория уже ваша, то вам надо, чтобы в море проплыть, надо взять по дороге Нижний, там, и Астрахань. И я говорю, что это не Ярослав, скорее всего, даже назвал его Ярославля, а он был самый крутой город на Яру, поэтому он был Ярславный. А этот человек некий, он уже потом, так сказать, скорее всего, его назвали Ярославом уже по имени города. Но это такая теория, может, топическая. Просто еще раз возвращаюсь, что, представляете, странность в чем? Что он убивает медведицу, а на гербе рисуют медведицу, а не Ярославом Мудровым. Никто об этом не задумывается. Все вот эту легенду рассказывают, что вот там, то ли пир там по-разному, вот эти версии исторические, ну, я говорю, это легенда, все. А историки об этом спорят, ломают копию на пустом месте. Мне сам факт важен, что если он медведицу убивает, то кто должен быть на гербе, но он же и убил зверя, да? И еще просто в слове Ярославль содержится образ медведя из матрики раскинуть. Но там и какая-то связь проходит, я вот смотрелся, какой-то свадьбой с невестой, что-то такое. Да, там есть легенда о том, что Насовский и Савименко вообще говорят о том, что вообще вся история России начиналась вот оттуда. И там была свадьба вот этого князя. Просто свадьба была, а на этой свадьбе, как потеха, была битва с медведем. Но опять же, если это стандартная потеха, то это в любом городе можно было устраивать битвы с медведем и везде на гербе медведицу. А я рассказываю вот на прогулке по Ярославлю и думаю, может быть, это рассказать на вот этой конференции, возвращаясь к ней, вот об этом, почему он убивает медведицу, а на гербе медведица. Вот интересный вопрос ярославцам просто тоже на заметку. Ну давайте, у нас еще осталось тут пару колоночек буквально, чтобы тоже особый эфир не затягивать. Посмотрел я обзор, такой есть канал, там раз паковка, два паковка. Такой парень, значит, и он там тоже такой увлекается этими колонками, разные там. Тоже, кстати, музыкант, и тоже у него, значит, любовь к колонкам. И он подсел на Синайский бренд, какой-то там, забыл уже его название. И вот там какая-то у них есть маленькая колоночка, но он говорит, а вот точно такая же колонка есть у еще одного, еще одной компанией, называется Мифа. Прям один в один колонки. Вот он их заказал, а он прям заказывает, а потом включает во время прям эфира и сравнивает, как они играют. И говорит, вот это все-таки лучше, чем та вот Синайская. Ну, я посмотрел, думаю, дай-ка я себе такую закажу. Все-таки хотелось маленькую колонку, но с хорошим, со звуком, как вот у этой, скажем так. Но очень компактную. Просто, чтобы вот даже сейчас вот приехать на эфир, я вот, вот с этой, кстати, люблю ездить. В дискуссионном клубе бывает, что мы эти фрагменты смотрим, я привожу, у меня проектор есть, и какой-нибудь фильм, там, отрывок показываю, там, вот показывал, что у нас там, как мы дружили с Германией до 41-го года, там, Риббентроп в 39-м году приезжает в Москву, как его встречают. Потом Молотов поехал в Германию осенью 39-го года. Сейчас это как-то не любят показывать. Я говорю, вот мы с Германией дружили, и все нормально было. А чтобы звук был, вот эту колонку подключаю, и сразу слышно на помещение. Но хотел, знаете, все-таки совместить, и опять же, чтобы на велике кататься. И слышно было хорошо. И вот посмотрел я то, что этот парень протестировал, и он вот эту вот, вот такую вот колонку рекомендовал. Фирма MIFO. Вот такая вот. Сейчас я вам ее покажу, как она звучит. По-моему, я тоже ее не спаривал. Сейчас мы по-быстрому ее спарим. А Сергей вам, как и обычно, выдаст свое мнение. Сейчас нам скажут с янайским голосом. Здравствуйте, да. Так. Выспарилась. Подключилась. Ну, слушаем. Субтитры создавал DimaTorzok У нее такие басы мощные, что она прыгает. Она пытается взлететь. Вот для демонстрации принципа летающей тарелки, вы можете на эту использовать колонку. Нет, плюс надо. Начинается погрузчиком. Вот он поставил, видите, да, она движется. Да, она временно в невесомости находится. Это правда. Что это за эпик? Что это за явление? В невесомости я тоже, конечно, надо сказать. Значит, представляете, вот размер какой маленький. Да, но она правда тоже толстенькая, как вот эта вот примерно. Но у нее зато есть карабинчик. Вот ее можно с собой возить. На рюкзак вешать, там к велику подвешивать. Вот такой карабинчик у нее в комплекте. Да. Вот подошел, кстати, владелец помещения, который нам не дал сделать здесь все-таки мастерскую пыльную. Ну ладно, зато мы тут эфиры и звуковые будем делать вещи. Конечно, пылить в неприспособленном помещении, да, не стоит. Это я согласен. Так, значит, по этой колонке есть у меня такой тоже полезный совет. Если вы такую себе возьмете, на велосипеде не испытывал. А важно именно на велике проехать. Когда едешь на велосипеде, у тебя в ушах свистит. И я вот размещаю на руле колонки вот эти вот, чтобы мне в лицо как бы было направлено. Поэтому надо проверить. Не могу дать рекомендацию по поводу велика, пока не проверю, а это будет только теперь весной. А вот если вы ее будете слушать просто, вот ее вот так не поставишь на стол. Хотя вот поставишь, смотрите. А ну попробуем включить. Хотел сказать, не поставишь, а оказывается поставишь. А там для подвеса есть это. А? Ну, стоит вообще-то. Так вот, чтобы она не прыгала на столе, и стояла точно вот так вот, не каталась, у нее такая фирменная коробочка, а в ней вот такая подставка. Я так, знаете, вот так ее поставил, и она, кажется, в подставке отлично вот так вот встала и стоит горизонтально. А если ее кладешь в этой же подставке, то она перестает прыгать. Вот эта подставка как-то, она такая вот, кружинищая. Она звук воспроизводит, вот если дома ее используете на подставке вот на этой, то вообще отлично. Теперь, знаете, что хотел по поводу этих колонок сказать? Вот все предыдущие колонки, которые вы видели, они, вот, я, например, чтобы вот на этой колонке ее на велик пришпандерить, делал из пластиковой бутылки, отрезал такое навершие, потому что она не защищена от влаги вообще никак. То есть, если бы дождь пошел, то кирдык колонки был бы. Я из бутылки тут сооружал такой козырек, короче. А вот эта колонка, она защищена полностью от влаги, представляете? Мало того, что у нее мощные басы и звук довольно громкий. Хотя, еще раз говорю, мне вот пока из вот этих всех, вот у этой больше всего нравится, и по мощности. Здесь, кстати, нет сзади резонатора. Она умудряется вот одним динамиком все это делать. Какой-то там, видать, мощный стоит динамик с каким-нибудь этим. Как это называется? Магниты вот эти мощные. Неодимые? Неодимые. Магниты не могу со мной говорить. Наверное, здесь такой стоит динамик басовый, поэтому он один хорошо тащит все. Вот эту могу порекомендовать, но стоит она, представляете, тысяча там что-то двести рублей. То есть, вот эти две стоят семьсот. А вот эта одна тысяча двести. Даже с учетом там что-то распродажи. Она дорогая штуковина, короче. Зато вот она громко играет, защищена от влаги. На велике пока не испытывал, поэтому вот не могу сказать. Вот представляете, из всех вот этих вот, эти, грубо говоря, для дома, либо вам придется что-то гравить, вот типа, из бутылки тоже как полезный совет. Можно из бутылки сделать навершие. А эти все не защищены никак от влаги. То есть, на природу, если возьмете, то, может быть, для колонки последний, так сказать, поход. Ну и так как вот это все меня не совсем устраивало, именно для того, чтобы покататься на велике, то в завершении сегодняшнего колониального обзора покажу вам жемчужину в своей коллекции. Так, это надо выключить на дверь. Вот спрашивают, ты не разрабатываешь антишумовую систему против проекта МВД, который заказал инфразвуковую систему для воздействия на нарушителей и правопорядков? Ну, тут надо просто, знаете, есть вот наушники такого типа, когда вы в метро ездите, у них там противошумные есть, там называется пункция, антишум. Она что делает? Она, там, микрофончик меряет шумы внешние, то есть она вам, с одной стороны, играет, а с другой стороны, микрофон оценивает шум и генерирует волну в противофазе любого шума. Как метро передвигается, стучит там, как кто-то разговаривает, там что-то такое, объявляют станции. Она выдает в противофазе волну, которая заглушает. То есть волны складываются и происходит не интерференция, когда они усиливаются, а наоборот взаимное погашение этих волн. Поэтому, чтобы там не изобрели вот эти звуковые штуки, всегда можно сделать, тут не надо ничего специального разрабатывать, уже все разработано. уже в наушниках, в обычных бытовых, вы берете просто такую же мощную какую-нибудь систему, в нее вот эту вот штуку втыкаете, ну, посмотрите там схему, я специально не делал, мне как бы не надо было. Она продается, да? Наушники продаются, а схему, ну, посмотрите, это же на уровне, я не знаю, какого класса. Адели наушники, выходят на демонстрацию, да? Те включают... Да, вы противоположны, у вас тишина, грубо говоря. Они там что-то думают сейчас все там это самое, а у вас тихо, спокойно. Так что тут ничего особенного. Я не разрабатываю такие системы, я свои-то колонки, я по электрической части, честно говоря, слабоват. Вот у меня просто какой-то знакомый там вот нашелся из Орла, он готов там вот делать динамики, а я готов делать колонки и сборкой заниматься. От маленьких до довольно больших. Ну, короче говоря, вот эти колонки, они, конечно, хороши для таких целей голоса воспроизводить, но вот на велик вот эта, еще раз говорю, не подошла. Вот эта подошла, но все-таки тиховато. Она бубнит, вроде бы, басы есть, а громкости все-таки не хватает. Эту еще не пробовал. И она единственная из всех, которая влагозащищенная полностью. Поэтому я долго думал, думал, облизывался, пошел. И на тот момент, это было года два, наверное, назад, купил вот такую вот колонку. кирпич достал, и подстал. По весу. Ну, кстати, ну, это уже тяжело. Ну, это, я не знаю, раза в три она тяжелее. Да? Да. Ну, она еще чем хороша, эта колонка, у нее настолько, действительно... я купил. Я даже как анекдот, доктор, у меня, говорит, яйцо болит. Давай что, давайте посмотрим. Нет, доктор, вы будете смеяться. Он говорит, да нет, вы крышли или нет. Серег, понял, что я не знаю, Доктор, давай ржать, да. Я знал, что вы будете смеяться, я вам еще не то показал, да. Так, пошли тут после анекдоты, Сергей. Значит, здесь принцип какой? Здесь в центре резонатор, тоже не знаю, видно вам, как-то, да, вот так вот видно резонатор и два динамика. Но здесь мощность такая хорошая, и мало того, здесь они еще и сзади пришпандельны, резонатор. То есть, два резонатора работают на низкие частоты. Так, где мы, как он идет, зеленый фломастер. Вот он. То есть, здесь вот этот принцип, но еще один резонатор есть сзади. Как-то, сзади части корпуса. Очень мощная колонка, но здесь нет никаких прибамбасов, типа там радио, там фонариков. Вот колонка, она единственная, что телефон, если зазвонит, можно ответить на звонок или там, здесь есть встроенный микрофон. Но, так как очень мощный аккумулятор, она может сама играть по себе часов, наверное, 10. То есть, ее можно вот на природу брать и устраивать в дискотеку. Мало того, я их купил две штуки, на самом деле. У нее есть функция такая спариться со второй колонкой, с такой же, со своей сестрой, так сказать, и выдавать стереозвук. Они автоматом начинают понимать, что их две, одна берет на себя левый канал, другая правый. А мощность тут адская, прямо скажем. Я даже не знаю, наверное, не будем включать, что ли, не включим. Ну, включи, уже заинтриговал. включим ее, может, даже напрямую не будем, или спарим, может, она не спарена, кстати. И очень качественное воспроизведение звука. Мало того, здесь есть экстра-бас функция, то есть, если вам басов не хватает, как сейчас современной молодежи, вечно там побольше басы нужны, то всегда можно добавить. Ну, во всех приборах бас обычно опускается, не проходит. Может, поэтому не хватит вот этой. Вот здесь можно басов прибавить, но она прям сильно басит. Так, сейчас. Фирма Sony сейчас таких, как говорят, сейчас таких не делают уже. Действительно, сейчас таких колонок Sony не делает. То есть, есть развитие вот этих колонок, а вот прям таких уже вы не найдете. Пойдете покупать. Называется она Sony SRS XB3. Но стоит она, ребята, вот я даже сейчас ее вынимал, чек там выпал из коробки. Но я на самом деле вынимал вот этот, чтобы ее завернуть просто, чтобы довести в целом всей сохранности. И там чек был. Она стоит 6900 или 6800. Представляете, вот это вот 1200 стоит где-то. Вот эти 2700 рублей, то есть вместе 2000, вот это рублей 300 на рынке стоило. Ну и сейчас, я не знаю, не особо там дороже. Это не помню, сколько стоило. но все равно вот это в сумме стоит половину вот этой колонки, чтобы понимать, представляете. Ну а звук у нее вот сейчас послушаем. Ярослав, слушаем тебя внимательно. А сигнал пропал. Сигнал пропал. А это самое у нас в аппаратуре. Кирилл? Понял, сейчас Кирилл смотрит. Все хорошо. Говорит, все хорошо. На контрольном мониторе нет картинки. А мы видим, что мы висим. Мне пока тут пишут, что Путин сегодня в Ярославле, все перекрыто. Я вовремя туда съездил, вот только в эти выходные там был как раз. Ты бы он оттуда уехал. Ты хочешь сказать, где он написал? А сейчас вы все перекрыли. Так. У нас не было в эфире, да, все это время? Вот с момента, когда я колонку достал. Кирилл забанил трансляцию, видимо, задумался о колонне. Ребята, кто вконтакте смотрит, так как раз мы из эфира выпали. Сейчас будет что-ли новое это. Не, вроде нормально. Пожалуйста, оставайтесь на линии, да ваш разговор записывается. На самом деле разок просто какой-то, потому что я только стал на любви и я сейчас слушаю просто вытворил, поэтому... Ну, все было, звук шел, да? Ярослав разводит тебя, проверяет твою это... Да, это, наверное, чтобы не везде, а везде это. Ладно, не надо на Ярослава поклевать. Давайте последнее, значит, это, что хотелось сегодня рассказать, значит, то есть вот такая коллекция из вот этих всех колонок, смотрите, вот эти две, значит, без Bluetooth модуля, вот эти вот две, но с помощью вот такой штуки мы их превращаем в Bluetooth колонки. У нее своя батарейка, есть кнопка включения, пожалуйста. Прямо вот втыкаете, вот она... Так, а вот эту, я не знаю, здесь, кстати, нет такого входа, но ее можно вот так вот превратить, можно вот эту вот, здесь есть вот этот кабель в комплекте, выход, а вот эту штуку в колонку, он получится вот такая вот. Ну, половинчатые решения, сейчас, конечно, они все, видать, с Bluetooth, но вот так она будет, Bluetooth-колонка. Сюда можно, я уже показывал, даже так, просто втыкаете, будет у вас Bluetooth-колонка, остальные просто с Bluetooth-ом, то есть просто от телефона все работает, а это вот так вот работает. Эти две с Bluetooth-ом, вот этот звук самый негодный вообще из всей вот этой коллекции, несмотря на то, что она будет такая пузрасненькая, но звук выдает поганый, и она вся, пришлось ее, как бы, видите, доводить напильником, чтобы она играла, не дребезжала, и то. Это мне, Сергею, понравилось, но мне, честно говоря, не очень нравится, мне все-таки из вот этих двух, вот это больше, всего нравится. Вот это примерно играет, как, может быть, наша Supra, но все-таки она маловатенькая, вот, зато хорошо с собой брать, испытаю весной там, на велике ее, слышно или нет, именно надо не просто на улице испытывать, а вот ехать на велосипеде, там звук сдувает, вот это не для красного словца говорю, а звук реально, когда на велике едешь, сдувает. Согласен. Во-первых, у тебя в ушах шумит просто от ветра, а во-вторых, вот я размещаю на руль перед собой, чтобы оно мне в лицо вот это вот долбило. Зато очень хороший демонстрационный образец принципа летающей тарелки. Да. А вот еще раз говорю, подставка из такого какого-то мягкого материала, поэтому, когда кладете, она не будет у вас прыгать, вот это совет, если вы будете покупать такую колонку, вы прямо в подставке используете, и когда ставите вертикально, она тоже в подставке отлично стоит, никуда не девается. Ну, а вот это, конечно, чемпион, но стоит, ребята, 7 тысяч, а я их две взял еще в комплект. Но зато, когда их вот две ставишь, уже получается, знаете, дома, ну, как, уже можно даже колонки не покупать вот для небольшой комнаты, допустим, вот этих вам вполне хватит. И даже одной хватит, она стереозвучку дает. Она не защищена от воды, то есть, если вы ее уроните в реку, то она испортится. А вот от дождя защищена от брызг, от влаги. То есть, на велике едете, нормально, ничего не надо делать, вода будет стекать. Как-нибудь, когда, может быть, даже приеду сюда на велике весной, и покажу, как я ее приделываю к велику, это тоже полезный совет. А сегодня давайте повторим полезные советы, которые были. То есть, свои старые вот такие вот колонки вы можете превратить в Bluetooth колонки с помощью вот такого модуля, но это не то, что совет, это что-то от китайцев, от синаца, просто такая возможность есть. Вот если у вас что-то дребезжит, оказывается, можно тоже исправить по ходу, но лучше, может быть, даже не покупать, хотя вот очень дешевое. А если у вас компьютер, вот складной EVM без Bluetooth модуля, то вы можете купить еще вот такую штуку от наших тоже синацких друзей. Покажу. Вот это Bluetooth модуль. У меня, например, в складном EVM в одном нету Bluetooth модуля, в основном, которым я постоянно пользуюсь. Поэтому купил вот такую штуку, и все вот эти колонки в результате стали, можно стало слушать прямо со складного EVM. Так что вот такой сегодня рассказ, такие полезные советы. Нам какие-нибудь советы написали. Ну, здесь писали много таких интересных советов, я бы тебе сказал. Но я не все понимаю, потому что там со специальной терминологией, что даже мне очень тяжело проходит. Слушайте, потому что непонятные термины, названия. Покращение, обозначение. Ну, что там писали, например? Ребята, кто разбирается в колонках, вот, в пайке, я не очень понимаю. Вот, например, не очень понимаю, почему к динамику надо преспондеривать фильтр. Почему нельзя сразу взять динамик? Что хочешь еще раз? Вставить в колонку? Включить сейчас, секунду, Ярослав хочет сделать, секунду. Включилки. Включить в колонку. предлагаемое зрительство. Завтра, 14 декабря, 16.00, в центре зала, станция метро, ботанический сад. Мы пойдем в лабораторию, откуда снимался сюжет, навстречу. там будут кровен Владимир Ильич будет. Приглашаю... Ты видишь, слышно? Алло. Говори, Ярослав. Завтра, 16.00, желающие быть полезными, умеющие держать в руках камеры, снимать телефонные и владеющие физической моделью того, что происходит, приглашаются. Одна из рабочих версий, что подобная установка может высокоэффективно разлагать воду. Если вода будет проходить по капиллярным трубочкам, то мы можем получить высокого эффекта получения водорода. Эффект происходит на границе средств. Завтра мы будем это обсуждать и многое иное. Желающие могут со мной созвониться и прибыть навстречу. Попробуем организовать прямой интернет-эффект. Давайте мы повторим на всякий случай, Ярослав, потому что ты очень тихо говоришь. Я повторю, что ты сказал, что завтра в 16.00 встречаемся на Ботаническом саду, ты предлагаешь, где там, в центре станции? В центре зала. В центре зала на метро Ботанический сад 4 часа дня. Пойдете вы в какую-то лабораторию, где будет показана установка, которая может теоретически разлагать воду через какие-то трубочки буквально на составляющие, то есть водород и кислород, и можно так получать водород, представляете, в неограниченных количествах. и вот это предлагается завтра пойти обсудить, а у кого есть возможность поснимать, кто умеет камеру в руках держать, соответственно, тоже подходите, подъезжайте, чтобы принять участие. То есть вот это Ярослав сказал, а я могу к этому добавить, могу к этому добавить, значит, у меня же есть свои исследования по поводу устройства земли и, соответственно, с того, что из земли вытекает все, что мы из земли с вами достаем, оно все имеет, во-первых, одну и ту же природу происхождения, ну вот вам говорят углеводороды, нефть, газ, там, да, это все углеводороды, вот, а я еще добавляю к этому воду, вода тоже на водороде, все говорят, углеводороды, и как-то вода сразу выпадает, я говорю, вода тоже из земли выходит, не то, что вам рассказывают круговорот воды в природе, а вода выходит прямо из земли, поэтому реки протекают, скорее всего, по разломам, и вы в этих местах разломов видите, что вода прямо вот в виде родничков реки и наливает, собственно говоря, вот, и тут какой-то парень мне присылает ВКонтакте, значит, информацию, говорит, а вы не читали книжку, там, сослался на кого-то, автор такой-то, вот он тоже из вашей же теории строения земли, ну, об этом же, примерно, пишет, и пишет, что, говорит, в воде, оказывается, есть тоже углесоставляющая, вот это С, напишем, то есть, это углеводороды, углеводороды, а этот мужик, короче, ну, это, расскажу вам уж, так сказать, теорию, чтобы, вот вода у нас, формула H2O, а углеводороды, должно быть что-то там, CH, составляющая, вот это С, нам не хватает, и он, мужик, выдвинул теорию, что в воде, оказывается, есть составляющая, вот это углеродное, С, и он написал целую книжку об этом, мне прямо там плане процедировал, я думал, кстати, один из эфиров этому посвятить на глобальной волне, прямо эту книжку принести, и зачитать вот эти отрывки, в пользу вот этой же теории, получается, что вода, ну, по этой теории, по крайней мере, тоже углеводород, так же, как нефть, газ, уголь, все углеводороды, он просто рассказывает, что вот какие-то опыты там с водой, которые нельзя объяснить вот этим, вот ее строение, H2O, а если там допустить уголь, тогда все сразу работает, так что, может быть, вы завтра к тебе-то приедете, обратите внимание, там эти трубочки, прибор с трубочками, разложат вам воду не только на водород и кислород, но и спросите у этого человека, кто там будет, а есть ли там углерод, углерод, так, ну, ребята, мы собирались сделать из этого полезные советы, из вот этой рубрики постоянной, я свои изложу полезные советы, мне много чего писали в комментариях, кстати, сейчас посмотрю, товары с Алика, что вы рекламируете, вот кто-то пишет, у меня колонка, но без блютуф, ну, вот я говорю, можно блютуф, модуль докупить, народ тут добавляется, да? Дурака валяет, не, наоборот добавляется, нормальная музыка, нейромонах Феофан, древнерусский драм, ну, мне уже предлагали его, послушать, мне не нравится, кто-то поет тут, ты постой, красавица моя, не нравится, колонка, колонка зовет и говорит, блютуф меня, блютуф. Руси, подарим музыку нормальную, я не могу, да я сам сделаю, не русский музон, согласен, не русский, но я искал музыку бесплатную, потому что я сейчас включим, у глобальной волны сейчас проблема, основной канал забанен, из-за вот этого как раз, что там музыку включили, поэтому я выбрал какой-то, вот у меня была в телефоне, я точно знал, что я эту музыку в каком-то ролике услышал, кстати, вот по поводу русской, не русской музыки, да, я скажу, мы же писали музыку с помощью алгоритма искусственного интеллекта, он все время музыку вводит в пентатонику, это блюз, ну, блюзовые композиции, и вот все психуют, что вот они вроде как похожи, да, я говорю, возьмите хиты, поставьте, да, это все блюзы, ну, по большому счету, в той или иной мере обтекание, это не важно, кто их пишет, мне тут пишут, блюзов режет слух, ну, иностранное слово, и предлагают там передачи, как там называть, асенантропы, это не драконы, Олег Барна спрашивает, не от тигров, да, Олег, от тигров, правда, они, правда, от тигров, в том числе, с мишением с тиграми, сенайцы произошли, но это я рассказываю в ролике про Атлантов, часть вторая, найдите, на глобальной волне, кстати, про Атлантов, часть вторая, наберите, и там вот, именно сенантропы, это смесь людей, Ярослав что-то мне шлет, но я не могу сейчас посмотреть, чему прикасается Яньков, все сразу становится русским, это, кстати, нормально, потому что все от русских и произошло, и благодарность пишу, Дмитрий Нико, спасибо за эфир, было очень весело и приятно почувствовать себя экспертом в колониальном гелии, чтобы вы это самое, не ерунду не покупали там, или что-то, ладно, в заключении, ты можешь, сейчас мы по комментариям пройдемся и потом выдадим что-нибудь серьезное, вот человек написал, один из дедов моей жены без всякой психологии, там выше психология обсуждалась, ел арбуз и бегал вокруг больницы, и вывел камень из почки, не хотел операцию, жив до сих пор, под хохлому надо расписать, тогда можно янькову руки давать, что-то там, но у меня, кстати, не было идеи колонки под хохлому расписывать, а сейчас кто-то написал, у меня появилась идея, а что, делать колонки расписанными под гжель, хохлому, классно, гжель, кстати, мне меньше нравится, тут эта вот, голубая, финайская, арабы так называют, китайцев, почему, потому что синий цвет, они их синяками называют, я просто читаю, вы что-нибудь, какой-нибудь написали, полезный совет в комментариях или нет, вот кто-то пишет, Виктор Лаврухин, водород для необходимых нужд можно выделять из воды в процессе простой химической реакции, вода плюс сера, один к трём, через три дня образуется щелок, добавляем воду один к трём, затем добавляем алюминий и так, продолжение не вижу от этого человека, после этого он, видать, написал в одном, а оно всё не влезло, давайте я вам повторю ещё раз, может кто-то захочет повторить, где необходимых нужд водород из воды, а, зола плюс вода, я неправильно, зола плюс вода один к трём, давайте напишем эту формулу, для каких нужд получения водорода? ну, он пишет для необходимых водород, значит, зола одна часть плюс вода, три части вода, да, так, кстати, делали расход до бытия головы в России, щёлок, но он и пишет, через три дня образуется щёлок, щёлок добавляем в воду, один к трём, то есть, вот эту вот штуку, опять в воду добавляем, я так понимаю, три воды опять, что ли, а вот этот щёлок, ну, то есть, вы из ведра сливаете воду, а там этот щёлок на дне остаётся, если кто пробовал мыло делать из золы, оно вот так, оно просто делается, на самом деле, а вовсе не из дохлых собак, там, как там рассказывают, мы немцы пленных, на мыло отпускаем, на мыло, поэтому, когда мы Холокост рассказывают, ребят, вы расскажите, я говорю, у меня дед вот так делал, для этого не надо было пленных там отпускать на мыло, да, затем добавляем алюминий и дальше кончается, то есть, вот второй, это первый этап, второй, а третий, вот к этому вот, плюс алюминий, а дальше человек пропал и поэтому непонятны пропорции, его ФСБ отключило, да, чтобы он вам не рассказал, как простыми вещами, где нужно допустить водород, так видно там, ну вот такой полезный совет пришёл, просто до этого что-то обсуждали, но это всё как, да, магнетрон тут подсказывали, просто далеко стоит, мой блендер сломался, ваш лучше влияет на здоровье явно, кстати, расскажу вам такую историю, так как здесь на глобальной волне много смотрят вот этих ребят, которые посели на проект вегетарианство или веганство, там вот Сергей даже, видите, для них программы там какие-то делает, вот позвонил мне парень, один мой хороший знакомый, он правда кобровец, там КПЕшник, крен редкий, не вкладывайся, да, вот, но это нам не мешает, мы с этими, с нодовцами, там с кобровцами, неважно, ребята-то все хорошие, просто, ну, какие-то вот, все цеплялись к каким-то идеям, которые, то есть нас грамотно разделяли, вот эти ребята, которые все это придумали, разделить всех родолюбов или патриотов по-тарабахски на вот эти вот, придумали нам, эссе развалился, придумали учение Кобра, концепция общественной безопасности России, чтобы как бы с коммунизмом переключить на что-то, надо что-то давать, кого-то на религию подсадили, кого-то на кобру на этом, кобры, кстати, почти как религия, там тоже, какой-то мифосущество тоже есть, Дима, очень важный момент, да, то забуду, да, некий Величко, Величко, Кобравец, да, вот, правильно, Великий Передиктор, да, Величко, Кобравец, вот у них Зазнобин уже умер, Ефимову посадили, остались Пякин и Величко, вот я все жду, я просто считаю, что это учение, оно умрет, как только умрут вот эти вот, четверо, я прям слежу, когда они все откинутся, реально, тогда Кобра перестанет существовать, я считаю ее вражеской, вообще-то, идеологией, да, представляешь, они там что-то утверждают, они говорят, вы должны верить не в пустоте, вернее, не в пустоту, а в пустоте, но они подставляют там, миф существа, вы должны не в Бога верить, а Богу, как будто от этого, а я говорю, Бог, это же его нет, это пустота, поэтому, они фактически говорят, нужно верить не в пустоту, как бы не в пустоту, а в пустоте, ничего не меняется, да, так вот, он звонит, этот парень, из Крыма, а он москвич вообще, я говорю, а что ты там в Крыму-то делаешь, он говорит, ну вот у меня жена, подсела на проект овощеедения, вот на это вот, но он не видит в этом, кстати, вот, к сожалению, вот эти вот, их кобровские руководители, вот эти, Ефимов, Зазнобин как раз, я считаю, что Зазнобин поэтому и умер, кстати, что тоже подсел под старый след, он седина в бороду, без в ребро, подсел на вот это овощеедение, а организм, организм его не это самое, не принял, вот он и умер, вот, и он говорит, мы сейчас это, в Крыму, короче, с женой переехали, потому что она говорит, вот подсела на это, но он не так, он говорит, она просто, она, вегетарианство, вот он леглась, там, туда-сюда, овощи там, но говорит, у нас уже двое мертворожденных детей, не можем родить ребенка, а говорит, я себе установил цель, это, ну, детей, побольше завести, вот, то, что он из концепции правильную вещь ухватил, там не все, конечно, но я просто рассказываю об этом, вот здесь, кстати, на глобальной волне рассказывал, что, они же взяли теорию управления, там, одного, математика, назвали ее Доту и стали выдавать за некую там теорию управления свою, а эта теория просто обычного мужика, там, занимался прикладной математикой, делал вот эту теорию управления, разрабатывал, они сказали, что вот, концепция общественной безопасности, для теории вот это управление, там, так, понадергали, плюс Бога туда спустили, и вот все это замешали и выдали в народ, вот видите, и они там вот это вегетарианство продвигают, проект овощей едине, а я его тоже разоблачал на глобальной волне. Вегетарианство это и веганство, это разные вещи. Ну, это одно и то же, это просто ступени, одна ступень вегетарианства, мягкая, а следующая, когда ты на вегетарианстве посидел, понял, что тебе не помогает, ты думаешь, наверное, я хреново вегетарианю, надо еще больше, а уже человек начинает в это время, ему не хватает витаминов, они уже, это как-то не говорится, не озвучивается, а они все сидят на витаминах, на подкормке, потому что им не хватает нормальной, сбалансированной еды не хватает, они себя вот так отпилили, вот, и едят только одну составляющую, и жрут витамины, как-то я видел разговор вегетарианки с веганкой, а ты вот витаминки ешь, а ты какие-то еще ешь, да, то есть, они вместо мяса покупают себе витамины, ну, просто, короче, люди на таблетки переходят с нормальной еды, вот, как в фантастике раньше показывали, таблеточку съел одного, второго, и водничкой запил, все, вот, как поел, вот они так же, но я не к тому, а к тому, что не может родить детей, короче, сидит на вегетарианстве, но он считает, потому что им врач сказал, что это потому, что в современных вот этих фруктах, овощах, они же в основном заграничные, много там вот этих подкормок, пестицидов, ГМО, добавок, и поэтому она якобы не может родить, я уж не стал ему говорить, что слушай, она не может родить, потому что плод, он ваших вот этих проектов не понимает, что вы дуракатов валяете, жрете только траву и овощи, надо нормальную еду, белок нормальный, из мяса, который там... что, врач так-то сказал, что из-за того, что они едят вот эту самую... Или это просто легенда? Или это они сами так, я уж не знаю, либо они считают, что вот у них было два... Просто у них до этого нормальный ребенок был, 9 лет сыну, а когда она перешла на вот это овощеедение, они думают, что сразу много пестицидов там в мясе, в овощах этих, или там что-то такое, поэтому она якобы не может родить. А при этом, когда вот вообще с этими овощеедами там разговариваешь, они говорят, ну, мясо, во-первых, это мертвичина, во-вторых, этих животных колят там всякими этими... А это что, тут заливает все? Витаминами там туда-сюда, и поэтому это есть нельзя, но при этом те, кто ест нормальную сбалансированную еду, они рожают нормально детей. А вот это вот у них был эксперимент, пока ели нормально, она и рожала нормально, перешли на овощеедение, родить не может. Они думают, что это из-за ГМО, поэтому вот людям надурачили голову, я говорю, кобры, овощеедение вот этим и прочее вот этой ерундой всей, поэтому остерегайтесь, когда вам вот это... Переходите на огород, я говорю. Да, вот есть канал такой в Ютьюбе, я смотрю, В Деревню, В Деревню называется. Тоже проект. Вот там муж с женой уехали в деревню, купили домик, живут, показывают. У них там свиньи, естественно, свиньи, эти, овечки пасутся, они там, у них друзья в соседней деревне, такие же тоже, уехали из города. Они на шашлык друг к другу ездят. То есть деревенская жизнь вот эта, на природе, она подразумевает нормальную человеческую еду. В основном мясную, кстати. А потом из этих вот овец, они там, жена его показывает, как тапки домашние она валяет сама. Ну, вот валенки, она тапочки валяет. Просто все думают, что жизнь на природе, это значит, ты травку будешь щипать, как овца. А на самом деле, ты будешь нормальной пищей питаться, курочка, яйца, молочко от коровы или сама корова там на мясо. То есть нормальная сбалансированная еда, все на своем огороде, мед у них там, иван-чай тоже собирают. Здоровая, короче, еда. То шашлычка поедят с этими знакомыми, то курочку зарежут, там, бульончик там сварил, суп. Ну, то есть отлично, прекрасно живут. А я вспомнил, сейчас слушаю тебя, вспомнил, во время Хрущева говорили так, понимаешь, что наша задача довести питательный набор человека до стакана специальной жидкости. Выпил и наелся. Я это с тех времен и помню. Фантастический фильм показывали, там такой ящик, типа, сейчас микроволновка, а тогда еще даже не было такого. Какую-то таблетку положили, закрыли, нажали, доставили, оттуда курица такая. По-моему, это в фильме «Через терни к звездам» было. Один из моих любимых. Достали, а там из таблетки курица, бас, достали ее из этой. Такая пара идет. Да, тогда вот так вот думали. Так, ребята, в общем, советов что-то вы не прислали, поэтому в следующий раз придется опять свои советы вам рассказывать, интересные. К сожалению, у нас не получится на глобальной волне делать эфиры о том, как мы будем колонки собирать, может только будет результат показать. Не, ну, вот этот колонянный выпуск очень мне понравился. Надо просто продолжать. Приносите нам свои колонки. Переключимся на вот это обозрение. Да, зато мы с Сергеем что сделали, давайте под конец, ты просил что-то серьезное. Мы перед эфиром подготовились к этому серьезному вопросу. Пошли и померили помещение, которое должно быть студией в будущем. К сожалению, сегодня нет вот этого человека, который, как его звать, который в прошлый раз был. Он предлагал, говорил, что у него сын работает где-то там в какой-то компании и может достать по дешевке напольное покрытие, которое можно на стены просто налепить. Стены здесь вы видите у нас за спиной, наверное, в обоих трансляциях, кирпич и блоки. А, тут вообще бетонная стена, но вообще вот тут блоки такие, какие-то как они там называются, не знаю. И было такое простое решение просто за каким-то материалом вот я предлагал просто завесить, купить плотную ткань, типа штор, да, портьерную, но она дорогая все-таки. И просто ей завесить волнами, пустить, уже эхо не будет гулять. Проверено. Вот, а он говорил, я могу, говорит, достать этот ковролин по 100 рублей метр. Ковролин тоже тема. Метр квадратный или погонный? Квадратный. Вот, а я полез по сайтам посмотреть. Значит, нашел, например, вот ватин. Ну, ватин 55 рублей метр. В два раза дешевле. Но тогда стены будут в таком неприглядном виде. Такой ватин, это, знаете, как это, такой материал коричневый какой-то такой. Можно обойму ткать. Ну, не обойму, а в основном тоже тканью придется закрывать. Причем ткань, я полезно, на другом сайте нашел мешковину промышленность, 75 рублей метр. То есть, вот слой ватина, а сверху мешковина. Мешковина просто, ее можно, кстати, она разноцветная там бывает. Но это уже в сумме получается 75 и 55 130 рублей метр. Ватин плюс мешковина. Кстати, они будут вместе играть. Мешковина будет одну часть гасить, а ватин уже звукоизолировать. Но он, правда, по-моему, сантиметр всего. Есть еще нетканное полотно. Оно вообще стоит 17 рублей метр. А это, кстати, как ковролин, например, нетканное полотно по функции. Только это не ковролин, конечно, а тоже, знаете, нетканное полотно это что-то типа как у вас в современных куртках подкладки. Вот такое нетканное полотно. Из чистого хлопка, кстати, стопроцентное. Полтора на полтора метра 50 рублей, на полтора на полтора это 3 метра. То есть метр квадратный 17 рублей всего лишь получается нетканное полотно. Отличный вариант, кстати. Только вопрос, как его в стене пришпандеривать. Я вот думал, придется какие-то планки покупать и рулоны. Решивать его просто планками. Да. Вот самый простой вариант это вот это нетканное полотно, но оно... Нужно его приклеить. Либо клеить. Но оно тоже будет, оно не толстое, это довольно тонкая штука, оно не особо будет звук гасить. Дальше просто вот поролон зашел там на один сайт, они делают вот этот звукопоглощающий поролон такой волнистый из таких бугорков. У них маты метр на два 440 рублей. Вот такой музыкальный 2 сантиметра. Специальный звукоизоюзующий материал. То есть метр 220 рублей. Ну самый дорогой вариант. Дальше еще нашел вспененный полиэтилен. Это то, что подкладка под ламинат используется. Вот такие вот. Даже вот этот пакетик это вспененный полиэтилен, только он очень тонкий. А это потолще. Вот этот спененный полиэтилен вообще самый дешевый из всех, что я нашел. 5 миллиметров толщина, но это уже что-то 5 миллиметров. 20 рублей метр. 21 рубль. 20 если много покупаешь. Но его придется даже если он 5 миллиметров, то его придется как-то слоями делать. Нет, его прям прибить его, да, ну я не а вот на эти планки, которые уже сверху еще что-то прибудет. 20 рублей метров, то есть рулон покупаешь, а в рулоне 10 метров. 10 на метр, на 5 миллиметров. То за 200 рублей 10 метров сразу раскатал рулон, второй, третий, проверил там еще пару рулонов, то есть на 1000 рублей можно 5 рулонов купить. И последний вариант еще посмотрел, минвата. Мне вот этот парень из Орла, который колонки делал, я шоурум у тебя в Орле делаю, и прислал такую ягод из минваты самой простой делаю щиты метр на 2. То есть фанерный щит и боковина толщиной с минвата. И он туда просто покупает эти упаковки минваты, но я прикинул самая дешевая минвата, у нее толщина хорошая 10 сантиметров. Вот это звукоизоляция как звукоизоляция. Но она стоит 140 рублей метр. То есть если ковролин нам предлагали по 100 рублей, а это будет 10 сантиметров 140 рублей минвата. У нее только вид неприглядный. Ее надо вот эти щиты метр на 2 минвата вот это. Но я буду тканью зашивать. Или тканью зашивать. То есть она еще надо покупать ткань хотя бы мешковину. То есть тоже будет вариант 140 рублей метр получается вата плюс мешковина 75-85 рублей. Это получается уже 200 с лишним рублей. Как поролон. Но у поролона какая беда. Допустим минвату мешковиной завесил, мешковина пыль собирает, ее там пару раз в год вынул на улице подряд или в снегу даже выбрал и обратно повесил или моющим пылесосом. А с поролоном непонятно что делать. Я спросил, сделаем звукоизоляцию из поролона, а что делать потом? Он говорит, ну либо специальным пылесосом, представляете, весь поролон полномерно пройти, но комнатка небольшая, можно пылесосом пройти. Либо липкой лентой собирают пыль. Ну это сколько замучаешься с этим? Ну чем-то, я не знаю, вот он сказал липкой ленты. А мы с Сергеем намерили, смотрите, у нас получилось помещение длина 4,30 ширина 3,50 это сколько у нас получается? Нам не так надо считать. 4,30 надо считать на высоту. перемножаем 4,3 на 3,5 и на 3,5 и на 3,4 это будет 51 метр квадратный. Слушай, они много получается? 51 метр? это мы куб посчитали. А, пол посчитали. Это мы куб посчитали, объем кубов. Давай, нам нужно одно на другое умножать. Да, я тебе говорю, нам нужно четыре стены всего лишь. Нам нужно 4,30 умножить на высоту и на 2. Это уже на 2 умножить или просто? Нет, это одна стена. у нас две. так получат 51. Потому что нет этого потолка и пола. Надо вычитать потолок. Да сколько тогда получается? 28, 29. 23 метра, да? 200 метров. А так 29, ты говоришь? Сейчас только что. Нет, 16 на 2 это будто 4,3 4,4 длина умножить на высоту 3,4 Это до 14,2 на 2 на 2 2 15,2 15,2 30 короче это 200 да и еще 2 надо прибавить 3,5 на 3,40 3,5 это будет 11,9 12 метров на 2 будет 24 23,8 24 Итого в сумме 54 Да 54 Это стены только а потолок это надо умножить длину на ширину 4,3 на 3,5 Это просто ткань может повесить Да ну сначала давай посчитаем Так сейчас это будет 4,3 на 3,5 вернее подожди нет да 4,3 на 3,5 15 метров 15 но с провисанием может больше будет так итого 54 и 15 нужно в общем 70 метров квадратных не так уж и много а ярослав прошлый раз сказал хорошую мысль говорит ребята у кого старые ковры есть уже идея да тащите старые ковры вот я поэтому на всякий случай говорю это чтобы это было прозвучало в эфире если у вас ковры есть напишите в комментариях мы тогда можем действительно обойтись вообще практически за бесплатно так а у нас рулон один 10 метров квадратных то есть нам надо 7 рулонов грубоя на 1000 всего лишь надо купить на 1200 на 1000 а нет на 200 чем-то 1000 надо купить но это будет в один слой всего лишь сколько квадратный метр ты говорим в среднем цена получается но это вот спельный полиэтилен у нас получилось 50 сколько 4 метра 54 стены да потолок 15 69 ну 70 метров хорошо 70 метров а умножить на стоимость средних искал сколько метр ну смотря чего вот он там ты говорил метр вот это 21 20 рублей да да это вспененный полиэтилен 208 рублей но это 10 метров стоит этот надо знаешь 70 да ну хорошо но сейчас мы закончим пространство сделаем ролик ярослав предлагает сделать сразу ролик кирилл слышь мне бери камеру наши мысли прочитал так мы думали отдельный эфир сделать а камеру включай камеру пойдем снимать пойдем снимем покажем в общем ребят присылайте свои я в следующий раз еще вам идеи подкину интересные тоже со звуком связанные а потом перейдем уже не только к звуку о чем-нибудь еще поговорим а сейчас со мной мама а сейчас сделаем ролик вы его чуть попозже увидите покажем вам помещение и вот эти все наши замеры чтобы вы понимали где будет студия звукозаписи располагаться ладно все тогда заканчиваем я надеюсь вы что-то с колонками определились или нет ну кому интересно всем же не угодишь так ну а в прямой трансляции мы должны что делать или ты уже выключил нет давай попрощаемся давай попрощаемся до следующего четверга продолжим тему полезных советов и что-нибудь там по дороге обсудим конечно и заготовим на следующий четверг несколько сюрпризов интересных да да ну что ж до следующей спокойной ночи да время уже много всем счастливо пока пока полезный совет ребята термокружки вот я пью оно все теплое хотя вот Сергей сидит в этом курточке ну там от окна все всем счастливо спасибо спасибо всем кто смотрел у меня 9 человек осталось пока нет